Дорогой друг! Вы знаете, только русские на «good morning» отвечают «yes!» Я вам говорю. Серьезно? Да, я еще никогда не был так серьезен. Вы знаете, этот идиотский кризис, который вообще разучит евреев улыбаться. А что, у вас здесь тоже ощущается? Что как? Мне вообще кажется, что единственная страна в мире, которая кризис по барабану, это Москва. Серьезно, вы хотели сказать «Россия»? Нет, я что хотел, то и сказал. Москва – это Москва, а Россия – это Россия. Ах, пожалуйста. Подожди, я. Подожди, я. А почему вы так выделяете Москву? Ну, хотя бы потому, как там справили Евровидение. А, ну и как вам? Что как? Клево? Я так думаю, что кое-кто очень неплохо погулял. Денег вбухано даже больше, чем вбухал мой сосед Мойша свадьбу своей переспелой дочери. А как вам результат? Как? Дочка таки попала в хорошие руки. Да нет, подождите. Я про Евровидение спрашиваю. А, что закономерно? Победил фейерверк. Да, касьевый. А вы сами-то за кого болели? Да там без вариантов, за нашего. О, так и я за нашего. Слушайте, а ваш это который? Да, конечно же, Саша Рыбак. Минуточку. Я тоже за него болел, но только он ведь не ваш, а наш, русский. Кто же спорить? Но с какого перепугу наш мальчик из Норвегии вдруг стал вашим? То есть, то есть как это стал? Он и был нашим? Хорошо, по каким таким признакам? Да по всем, по рождению, по видению, по одежде, наконец. По одежде, говорите? Это по белой рубашечке, черной жилеточке? Вы мне не делайте смешно. Чистый, аккуратный мальчик. У белой рубашечки, черной жилеточки, со скрипочкой и вдруг не наш. Да, конечно, не ваш. Да у него белорусские корни, папа, мама. Значит, он наш, потому что русский и белорусы, это практически одно и то же. Нет, так кто же спорит? Но запомните сами и передайте всем своим. Только у еврейской мамы есть столько терпения, что сыну уже 23 года, а он продолжает играть на скрипочке. То я вам говорю. Слушай, вы... Что-то я не... Ну, а вы слышали, как он по-русски говорит? Как на родном. Так это что, так и дома? А что нет? Так я вам скажу. Лучше всех разговаривает по-русски кто? Кто? Правильно, Михаил Михайлович Жванецкий. Ваш президент сам дал ему за это недавно роскошный орден. Подождите, да рыбак в Норвегии живет всю жизнь. Какой он ваш? Это кто же спорит? Кто же спорит? Но на южном берегу Северного Ледовитого океана мерзнет во льдах столица Чукотки, город Доната. Вот уже 20 лет Беня Гольфштейн заведует культурой и торгует моржовыми клыками. Он тут недавно был навестить родителей, я ее увидел близко, как вас. Да при чем здесь ваш Беня? А при том, что за 20 лет жизни на севере у Бени пробилась лысина, побелели пейсы, увеличился шнобель, но он так же стал похож на Чукчу, как я на Мерлин Монро. Это вы к чему вообще? А к тому, что можешь хоть всю жизнь прожить в Норвегии или, прости господи, в Африке, и не стать от этого ни норвестом, ни негром. Вас послушать, так Дима Билан тоже ваш. Ни в коем случае. Ну, хоть я. Ни в коем. Но! Вы знаете, в Америке есть такой известный певец Боб Дилан. Он у них такой же известный, как у вас русский певец Розенбаум. Ну и что это Дилан? Вы слушайте сюда. Я прочитал в одной очень уважаемой мной в газете, что Боб на все 300% наш, чтобы он был здоров. А теперь подумайте сами. Если Дилан на 300% наш, то почему Билан не наш хотя бы процентов на 100? Это не может быть. А как же таки, когда Дима выступал на Евровидении, помните, кто стоял с ним рядом и делал песни красиво? Кто? Аккуратный мальчик. В белой рубашечке, черной жилеточке. И между прочим, играл на скрипочке. Я что-то не понимаю. Вы что, действительно отправили смс-ку за вот этого вашего кандидата? О! Кстати, хорошо, что напомнили. Я прошу прощения. Можно у вас одолжить ваш телефон? Я свой дом забыл на кухне. Пожалуйста, только поздно уже все закончилось. Вы знаете, молодой человек, для хорошего дела никогда ничего не поздно. Подождите, куда ты тут нажимаешь? Ну вот сюда, вот пишите номер, вот дальше текст, а потом вот эту пимпочку нажимаешь. Слушайте, что вы меня учите, как работать с телефоном? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. О! Так и полетело. Размейте. Голосование закончилось три месяца назад. Да что у меня ваше голосование? Я своей жене послал месседж, что буду скоро на обед. Голосование. А я уж думал, вы действительно в Норвегию поздравления послали. Нет, вы знаете, сейчас не время. В Норвегии сейчас траур. Здравствуйте. Какой траур? Там праздник целый год. Это у мальчика праздник, а у их правительства траур. Ну сами подумайте, где им взять столько денег, чтобы у них получилось не хуже, чем у вас в Москве. Найду их где-нибудь. Они же там чем-то занимаются. Семгу ловят. Рыба моя дорогая, нету у моря столько семги, чтобы устраивать такой фейерверк. Да, так что вам предложить, дорогой мой друг? Спасибо, ничего не надо. Вот такие. Что вот такие? Вот такие слезы покатятся у ваших друзей от зависти, когда они увидят, какую изумительную вещь он дал вам за даром. Да нет, не надо мне, спасибо. Я говорю, идите сюда и будете помнить всю жизнь мою доброту. Да не надо мне ничего. Я говорю, я же все равно вам отдам. Да ничего не надо. Я вам очень здорово. Я говорю, я же все равно вам отдам. Спасибо. Спасибо. Владимир Данилец и Владимир Борисенко.